За последние несколько столетий люди достигли таких огромных успехов в науке и технике, что поспешили поверить в то, что являются полноправными хозяевами планеты. Однако Земля каждый раз напоминает, что это не так. Извержение вулкана – самый наглядный способ показать человеку, где его настоящее место. Ученых давно интересует вопрос, способен ли человек выжить у поверхности вулкана. Некоторые из них утверждают, что существуют некоторые виды лавовых озер, по которым человек, одетый в профессиональную теплозащитную одежду, может некоторое время ходить. Другие считают, что попав в такое озеро, человек просто сгорит на его поверхности. Ладно люди, неужели в мире есть существа, которые способны выжить в вулкане? Извержения вулканов обычно расцениваются человеком как нечто экстраординарное и уникальное. Однако на самом деле ничего необычного в этом природном явлении нет. На нашей планете насчитывается несколько тысяч действующих вулканов, причем большинство из них находится в океанах. Каждый день происходит от 10 до 20 извержений, большая часть которых незаметна для человека. Исследователи решили провести короткий эксперимент. Что будет, если человек наступит на лаву? По мнению ученых, благодаря своей высокой плотности человек, вероятнее всего, останется на поверхности. Однако, что же случится с тем, кто случайно упадет, а не спустится в жерло вулкана, до сих пор оставалось загадкой. Именно поэтому исследователи решили провести эксперимент. В качестве места его проведения был выбран вулкан Эрта-Али на северо-востоке Эфиопии, который представляет собой озеро площадью 600 квадратных метров, заполненное бурлящей лавой. Температура его поверхности достигает 600 градусов. В роли человека же выступал 30-килограммовый пакет с мусором, который вулканологи сбросили с 80 метров. По предположению исследователей, пакет должен был оставаться на поверхности. Однако, вместо этого он пробил корку и погрузился в горячую лаву. Это доказывает, что при попадании в такое огненное озеро, человек также утонет в лаве. Напомню, что эксперимент проходил при 600-градусной лаве. При температуре в 1200 градусов и более, результат будет другим. В кратере действующего подводного вулкана американские ученые обнаружили акул двух видов и ската и засняли животных на видео. Рыбы отлично себя чувствовали, несмотря на высокую температуру и повышенную кислотность среды. Из-за экстремальных условий внутри кратера вулкана Кавачи, это юг Тихого океана, ученые могли погрузить туда видеокамеру максимум на один час. Во время одного из сеансов на глубине 45 метров океанологи увидели внутри кратера акул двух видов. Бронзовую акулу-молот и шелковую акулу. А также ската, эксотригон бикели, медузу и несколько рыб. Крупные морские животные живут в очень горячей воде с высоким уровнем кислотности. Остается только выяснить, как они адаптировались к такой экстремальной среде. Отметил проводивший съемку инженер Бреннон Филлипс. Кавачи – один из наиболее активных подводных вулканов на юго-западе Тихого океана. Расположен он к югу от острова Вангуну. Начиная с первого зафиксированного извержения в 1939 году, вулкан поднимался и опускался над уровнем моря в 8 раз. Во время извержения вулкана в 2003 году сформировался остров площадью 15 квадратных метров. Однако вскоре он исчез. Идея о том, что внутри кальдеры этого вулкана обитают такие крупные животные, как акулы, противоречит тому, что мы знаем о Каваче. То есть тому, что он извергается. Ведь когда он извергается, в нем ничего не может быть, поскольку эти животные могут погибнуть в любой момент. И это явление поднимает много вопросов. Они уплывают? Или у них есть какой-то знак того, что извержение вот-вот начнется? Они живут в месте, где могут погибнуть в любой момент. Как же они выживают? Ученые считают, что акулы должны были мутировать, чтобы выжить в жаркой и кислотной среде. Даже когда вулкан не извергается, температура в его кратере значительно выше, чем в окружающих водах. На дне Тихого океана ученые Хьюстонского университета в 2013 году обнаружили самый большой вулкан на планете. По размерам он сопоставим с британским островом или штатом Нью-Мексико. Вулкан получил название Тамму-массив. Тамму выделяется не только своими размерами, но и формой. Он низкий и широкий. Диаметр Тамму составляет примерно 625 километров, а высота всего 4. Это говорит о том, что потоки его лабны способны извергаться на более дальнее расстояние, чем у аналогичных вулканов на Земле. Тамму не извергался уже 140 миллионов лет. Вулкан Тамму-массив, расположенный на дне Тихого океана, является не только самым крупным на нашей планете, но и крупнейшим в Солнечной системе. Ранее ученые считали Тамму-массив сетью небольших вулканов, каждый из которых функционировал независимо. Можно только догадываться, какие существа обитают в этом вулкане. Если тебе видео понравилось, то жми большой палец вверх. Всем любви и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok